Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее. Бобруйск с официальным визитом посетили губернатор Могилевской области и министр культуры Беларуси. Вначале участники совещания с чертежами и планами посмотрели несколько объектов крепости на местности. Побывали в соборе святого благоверного великого князя Александра Невского, который вновь возвели на территории женского монастыря святых жен Мироносец в 2022. Здесь гости поздравили с днем рождения настоятельницу монастыря Игумению Пороскеву. Конструктивный диалог о перспективе Бобруйской крепости прошел на заседании в Бобруйск-арене. Начальник отдела культуры горисполкома представил мультимедийную презентацию об объектах, расположенных на исторической территории. Рассказал, что уже было сделано по наведению порядка. Поручение давал глава государства в ходе рабочей поездки в Бобруйск в июне 2022. И какие проекты поэтапно планируются реализовать. Третий полигон крепости практически готов к тому, чтобы можно было работать над реставрацией и восстановлением. Здесь мы без помощи государства не обойдемся. Благодаря нашему президенту вы видите, сколько объектов восстанавливается, поднимаются. Это мир, Нишвицкий и жилищи наши. Я уверен, что мы здесь тоже будем работать. Уже завершены проектные работы, по первой очереди, которые включают консервацию всех объектов, чтобы в перспективе приступать к реставрационным работам. Будут восстанавливаться Минские ворота и горжевой редуит, перекидной мост между ними. В дальнейшем планируется музеификация редуита, где будет представлена экспозиция всей крепости. Все, что, скажем, связано с Бобруйской крепостью, здесь в музее будут расположены экспонаты, диорамы, панорамы. Территория крепости занимает около 140 гектаров. По проектному решению выделено 13 зон, где инвесторы могут заниматься строительством малоэтажных жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры. Но при этом предусматривается единая концепция. Все современные новые сооружения должны по стилю гармонично вписываться в историческую застройку. Сегодня познакомились с генеральным планом застройки. Здесь очень хорошие перспективы, на мой взгляд, вопросов, связанных с средствами жилья для жителей не только Бобруйской и Могилевской области. Потому что место очень интересное, место историческое. Но самое главное здесь, что называется, развести потоки для того, чтобы понимать и историческую ценность, ни в коем случае подменить понятия. Но и в то же время, чтобы наша инфраструктура, современная жизнь тоже здесь, безусловно, присутствовала. Один из ключевых вопросов – финансирование. На совещании выработали и утвердили алгоритмы дальнейшей работы. Для реконструкции Бобруйской крепости планируют задействовать республиканский областной бюджет и различные другие источники финансирования. Наша задача – восстановить эту крепость, восстановить, сделать все для того, чтобы привлечь туристов и показать наше историческое прошлое. Мы вместе с министром культуры отработали концепцию развития и будем поступательно двигаться. Сейчас здесь сохранены 9 редуитов, входящих и исходящих плацдармов, казематированный бастион, люнет, башня Апермана, около 20 зданий и сооружений административно-бытовой зоны, в том числе и дом коменданта, фрагменты земляных и казематированных укреплений форта Фридрих Вильгельм. Бобруйская цитадель, старшая сестра Брестской крепости, была не только самой неприступной в Российской империи, но и одна из лучших в Европе по уровню военного оснащения. С крепостью связаны события войны 1812 года Великой Отечественной войны. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.